Великие австро-немецкие симфонисты В общем, конечно, это далеко не весь круг тех людей, которые могли бы претендовать на это звание великих австро-немецких симфонистов Ну, разумеется, я бы начал, например, с Гайдена, которого все-таки называют отцом симфонии Ну и пускай исследователи говорят, что на самом деле это неправильно, поскольку настоящими отцами симфонии скорее уж были композиторы так называемой Мангеймской школы А Гайден только использовал и творчески развивал достижения, но все равно невозможно отрицать, что именно на гайденовское симфоническое творчество Ориентировались и Моцарт, и даже Бетховен Хотя, казалось бы, сопоставление Гайдена и Бетховена нам кажется немножко странным, таким анахронистичным Ну и в этом смысле я бы все-таки упомянул еще Густава Малера, который, ну как бы завершил вот такое двухвековое формирование жанра И как бы закрыл эту славную страницу истории музыки своими, ну скажем так, образцами позднего романтического симфонизма Представить себе его творчество вне его симфонии, конечно, невозможно А, понимаешь, с другой стороны, есть композиторы, чье творчество без симфонии вроде бы можно себе представить Ну, возьмем, допустим, Шуберта, да, при жизни которого, как известно, не прозвучала ни одна из его симфоний, его девяти симфоний Но, естественно, большинство по сей день его знают в основном по фортепианной музыке и по песенным циклам Ну, все-таки казус Шуберта, это такой, я бы сказал, самый выпиющий случай Ну, пожалуйста, но, понимаешь, на самом деле, с другой стороны, а Шуман, а Мендельсон Вроде бы, ну, как бы небезызвестные симфонисты, но назвать их как-то так конкурентами Бетховена, да, или Брамса, как бы язык не поворачивается А вместе с тем, ну, как-то вот сейчас, особенно и Мендельсон получил какую-то новую волну интересов дирижеров-алтентистов Ну, и, скажем так, в 20 веке эта традиция тоже нельзя сказать, что совсем закончилась Конечно, был взрыв, ну, культурный шок, я бы сказал, связанный с открытиями 12-тонной системы И новой венской школы, которая как бы противопоставила себя всему тому, что как бы до этого несла австронемецкая традиция Но, тем не менее, был и композитор, который, ну, в своем роде продолжал эти традиции И шел каким-то своим очень особенным путем Это Пауль Хиндемит Ну, мне все-таки кажется, что вот эта четверка композиторов, с которой мы будем иметь дело на этой неделе Это действительно ключевые фигуры в истории этой австронемецкой симфонической традиции Я бы даже не стал ограничиваться вот рамками австронемецкой традиции Поскольку, можно сказать, что эти композиторы, в общем-то, олицетворяют развитие симфонии европейской Начиная от классицизма и заканчивая поздним романтизмом Ну, по сути дела, они и есть некоторым образом симфония Да, вот эта четверка С такими, ну, я бы сказал, художественными связями Потому что, безусловно, ранний Бетховен очень серьезно корреспондирует с творчеством Моцарта То же самое, можно сказать, про раннего Брамса И Бетховена Да, и Бетховена А Брамс и Брукнер вели настолько напряженный диалог, что тоже вплетены в единую систему ассоциаций Ну, давай по порядку перечислим, собственно, концерты нашей симфонической недели Завтра, во вторник, прозвучит восьмая симфония Бетховена В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского Дирижер Владимир Федосеев В среду вы увидите, как знаменитые оркестры Берлинской филармонии под управлением Даниэля Бринбойма Исполнит первую симфонию Брамса В четверг наш цикл завершит произведение Еще одного великого симфониста Антона Брукнера Его девятая симфония прозвучит в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас сороковая симфония Моцарта В исполнении камерного ансамбля солиста Москвы А также его знаменитая мимимоль-мажорная концертная симфония Для скрипки и альта со струнным оркестром Солируют Юрий Башмет и Рено Капюсон Моцарт на нашей неделе представляет Естественно, доромантическую симфонию Объемы музыкального текста Которые, как правило, были, конечно, неспоставимо меньше По сравнению с позднеромантической симфонией Поэтому, может быть, не так удивительно Что три последних симфонии Моцарта К числу которых належит сороковая Были написаны в течение одного лета 1788 года 39-я симфония была закончена в июне 40-я, о которой мы говорим в июле Ну а 41-я Юпитер, соответственно, в августе Лето для Моцарта выдалось довольно тяжелое После замечательного успеха в Праге Его оперы Дон Жуан Вена совершенно не была готова Принять это на уровне того же успеха Который был в Праге Хотя сейчас исследования показывают Что оперу исполняли все-таки не 3, а 15 раз Тем не менее, венцы как-то больше не торопились Услышать новое творение своего кумира Да и кумиром как-то Моцарт Перестал вроде бы быть Может быть, вот этими житейскими трудностями В каком-то смысле обусловлен и выбор тональности Соль-минор, в котором симфония написана И вот ее всем известный драматизм Особенно, конечно, заметный в первой части Которая превратилась в один из главных Моцартовских шлягеров Я не знаю, но наравне с Маленькой ночной серенадой Или с турецким рондо Второе произведение, которое сегодня прозвучит Это концертная симфония, то есть произведение, где есть два солирующих инструмента и есть оркестр В принципе, этот жанр можно назвать новинкой того времени Поскольку еще Гайден и его ученики пытались как-то найти к нему подступы И, видимо, их подвигало к этому развитие оркестровой культуры того времени Поскольку, скажем, Мангеймский оркестр, знаменитый на всю Европу Он, конечно, уже предоставлял композитору возможность находить способы взаимодействия Интересного взаимодействия солиста и коллектива Ну, и я думаю, что вот эта идея Попытка совместить какие-то уже существующие жанры А именно архаичную, доклассицистскую симфонию Трехчастную И, собственно, традиции, скажем, двойных концертов Которые существовали в эпоху еще барочную Ну, можно сказать, если мы говорим о концерте Гросси, то, наверное... Да, в итоге, наверное, да, действительно Кончертанта стала такой, в общем, элегантной, я бы сказал, мутацией Кончерта Гросса и получила дальнейшее продолжение вплоть до XX века Потому что, условно говоря, тот же Шнитке в своих знаменитых концертах Гросси Использует как приемы, скажем так, Вивальдиевской, Генделевской поры Так, собственно, да, и Карелевской Так и, собственно, достижения уже Гайдена и Моцарта Это такой уже микс вполне себе осознанный Ну, как известно, первым исполнителем многих произведений Шнитке был Юрий Башмет А если возвращаться к Моцарту, то альтовая партия в симфонии Кончертанта Это, в общем, одна из знаковых партий в ее репертуаре Он исполнял ее с очень многими знаменитыми скрипачами Ну, вот сегодня мы послушаем в качестве его партнера Французского скрипачара Нока Пессон О следующих концертах нашего австро-немецкого симфонического цикла Мы расскажем вам во вторник, среду и четверг Смотрите собрание исполнений на телеканале Россия Культура С вами были Илья Кухаренко и Сергей Ходнев А сейчас сороковая симфония Моцарта Его же концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Ми бемоль мажор Исполняет ансамбль солисты Москвы Солирует Рено Капюсон и Юрий Башмет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.